Продолжаем пресс-конференцию. Дмитрий Михайленко готов с вами пообщаться. Пожалуйста, ваши вопросы. Перед вами только что Александр Павлович сказал, что по его мнению, что этот игрок был ничейный. Как вы сразу с вас не договорились? Ну да, наверное, сегодня больше игра была ничейная. Мне обидно просто пропускать последнюю четверть матча. Но если говорить о голевых моментах, то в первом тайме был гол. И была возможность, когда ошибся вратарь Кочельхин с Артемом Долбиком, два против одного защитника вышли. Но непонятное решение от Влада не позволило даже ударам завершить эту атаку. Во втором тайме у нас уже не получалось контр-игра из-за большого количества брака и неправильных решений до удаления, наверное, Хачалавы. Потом стало получаться у нас какое-то давление. Были возможности, там удар был немного в руки после стандарта. Была возможность при фланговых атаках пробить по оборотам. Но если говорить о голевых моментах, то наверное, больше не могу. Еще вопрос, пожалуйста. Для зрителей по телевизору многое за кадром остается. Поэтому, наверное, будут из уважения к ним только вопрос задать. Когда, я говорю, на врове шапка говорит. Вы ничего у Жапченко не спрашивали? Это не комментарий, просто ответите на вопрос. И он к вам подошел и что-то начал оправдываться, когда была желтая карточка. Что он вам говорил? Я не помню. Вы вообще у него ничего не спрашивали. Вы стоите, и он подходит, и начинает вам каким-то образом объяснять свое решение по поводу первой желтой карточки. Помните, вы так возле линии стояли, и он подошел. В начале игры. В начале игры, да. В самом начале игры. И он начал оправдываться перед вами, хотя вы ему ничего не говорили абсолютно. Ну да, карточка была показана за разговор, хотя Саша, или за апелляцию, как если не был арбитр. Хотя Саша ничего не сказал. Если бы были болельщики, я уверен, он даже и не подумал доставать желтую карту. Потому что, понятно, это был не литературный язык от Александра, но это было и без ненормативной лексики. То есть это было все в пределах норм. Поэтому мне непонятно была желтая карточка. Александр. Так получилось, что замены Черноморста оказались более эффективными, чем наши. Вы можете прокомментировать каждую из ваших замен? Да, почему нет? Первая замена Кобута на Чеберка была связана с травмой Жени. Игорь Кобут довольно хорошо вошел в игру. В принципе, много выиграл борьбы, и он усилил. Он очень помог нам. Вторая замена Нагиевы, Кочергин. Мы уже стали допускать очень большое количество брака в атаках. Поэтому нам уже хотелось добиться победы. Поэтому мы выпустили Лего Кожушка и Единица Павланенко. Игру мы заканчивали в три нападающих. Им довольно сложно втроем ужиться на поле, просто потому, что они еще многого не умеют играть на фланге. Мы думали, что их скорость поможет нам создать момент. Вы знаете, наша ситуация у нас и так проблемы с фланговыми игроками после отъезда. Валера Дучкевича и Андрея Близниченко у нас остался один. Максим Лунев, номинальный форвард, который играл. Номинальный крайний полузащитник, который играл. Сейчас мы там пробуем Диму Нагиева. Поэтому, если кто-то из них устает и нам приходится выпускать, то это люди, которые не по природе свои крайние полузащитники. Но пытаемся выходить из ситуации, так и не могут. Еще вопросы? Интересно, Анастасович. Прокомментируйте. У нас два форварда. Если нападающий забивает, это уже хорошо. Болоню, которому очень много балансов, авансов было, сейчас выходит на замену. Понятно, там свои какие-то критерии этого всего. Но сама игра Болонюка, как нападающего, человек выходит на замену. По крайней мере, с трибуны. Игру Дениса оценивать вообще сложно. Если он забивает мяч, он сыграл хорошо. Это правильно вы сказали. Игра нападающего оценится по забитым мячам. Если брать и рассматривать игру без контекста команды, получается, забил гол, все хорошо, нападающего не забил. Ну, сыграл плохо. Точно так же и с Денисом. Если он не забивает, ему нужно прибавлять просто в самом понимании игры, прибавлять в игровую активность. Вот то, что вы сказали. Потому что так очень сложно. Он должен помогать команде в обороне, участвовать и в развитии атаки, и в подыгрыше, быть активным, а не только быть заточенным на завершение. Проблема в том, что он пропустил из-за болезни. Он приболел ангиной и не тренировался пять дней. И использовать двух нападающих мы можем, но они еще настолько несовершенны, как футболисты, что на бумаге это будет два форварда, а нам нужно, чтобы они участвовали в обороне. Вот те проблемы, которые есть у них и в игре в обороне, нам не дают пока использовать двух нападающих. Я знаю, как раз именно в виду то, что, скорее всего, и вы, и болельщики, что это было немного больше. Потому что мы видели другого болельщика, когда он дебютировал там в Пицце, да, и по болезни сказали, да, что он не готовится. Он хорошо выглядит на тренировках эту неделю. Мы с ним разговаривали. Он знал, что начнет на замене, но ему нужно прибавлять просто в игре. Не оценивать свою игру. Вот я забил, значит, я сыграл хорошо. А быть критичным, даже когда ты забил мяч. Даже когда ты сыграл 90 минут, забил мяч, но относиться к себе критично, потому что я недостаточно, допустим, был активен, или я недостаточно хорошо двинулся. Вот эти вещи ему нужно пробовать и хричат приобрести. Большое спасибо.